здравствуйте честно говоря в очередной раз не думал что буду комментировать кратко очередной бред кремлевского диктатора высказаны им в так называемом и на так называемом искус дискуссионном клубе волода и вообще сам факт проведения дискуссионного клуба волода и в сочи поймите мне правильно но международный экономический форум в давосе многолетний в смысле ежегодный но много лет проводящийся он много лет проводится именно в давосе мюнхенская конференция по безопасности и сотрудничеству в европе тоже блин проводится в мюнхене если не ошибаюсь практически всегда даже в одном и том же отеле ну или если что-то и меняется то это все равно остается мюнхен поэтому дискуссионный клуб валдай сочи это не говоря про то насколько он дискуссионный естественно большую часть того бреда который внес товарищ путин комментировать но в коем случае для постоянных зрителей подписчиков моего канала по моему смешно то есть люди точно так же я понимаю что у дедушки крышу снесло причем не то что она там поехала и съехала и снесло и унесло бог знает куда одни его высказывания допустим сейчас перед тем как записать это видео свежего в памяти поняк о ядерной безопасности дальше ну почти цитата понятно же что них никому в мире в здравом уме не придет в голову атаковать ядерными ракетами и ракетами с ядерными боеголовками россию потому что только неважно в какой точке земли или воды только произойдут пуски этих ракет навстречу им полетят сотни наших ракет причем разных сразу по нескольким направлениям и в общем то мало никому не покажется ну и скажем так в очередной раз повторил что россия уже в который по счету на разных при первой возможности он это делает что россия эту войну так называемую как он говорит войну в украине но опять же путина ведь на украине войну не начинала она ее пытается закончить в эту и вот в этом на этом моменте ну хотя бы даже только на этом не говоря про все другие у меня вопрос как называемому коллективному западу более подробно о нем будет ближайшая буквально завтра ближайшие субботние истории пока просто вопрос неужели после многократного повторения одного этого тезиса неревом что-то еще нужно знать понимать про структуру про суть так сказать нынешней кремлевской власти или вчерашний обстрел деревни гроза где погиб по разным данным от 50 51 и 52 человека причем были поминки значит погибшим офицеру высылу и после этого удара погибла в числе прочих вся его семья включая сына который тоже был военнослужащим высылу то есть после этого удара где в деревне с населением чуть больше трехсот человек погиб каждый шестой еще опять что-то нужно не говоря про сегодняшние удары по харькову днепру и так далее и так далее но записать это видео я все таки решил по большей части после услышанного прочитанного первого путина что пригожина уткин значит летя в самолете взорвали гранаты уничтожили себя всех остальных и самолет это ему доложил глава следственного комитета тела погибших были обнаружены вот осколки гранат да говорят что пригожина уткин были то ли состояние алкогольного то ли наркотического значит опьянения но нужно было это путин опять же почти дословная цитата нужно было сделать конечно экспертизу в этом направлении но и и почему-то не сделали ну а сейчас уже типа куда уже всех похоронить но в общем взорвали себя сами и вот это вот я не говорю про так называемое мировое сообщество вот россияне это тоже хавы то есть служба безопасности аэропорта то что они летели на частном самолете нет меняет общую к это безопасность полетов то есть если они смогли беспрепятственно принести с собой граната не могли их антаметы с собой пронести там я не знаю еще чего-нибудь и устроить бойню то ли в аэропорту вылета то ли в аэропорту прилета ну то есть как бы но это все хавается но собственно хавается на уровне и того же скандала в канадском парламенте с этим якобы бывшим бойцом сс почему якобы почему потому что извините но пока мне не предъявят ну то чтобы лично мне не позвонят в двери или не передадут по электронной почте пока я где-то не услышу а еще лучше не увижу скажем реальную подоплеку вот этого что позже стало известно так вот откуда и кем стало известно то есть до этого я уже где-то говорил повторюсь еще раз что визит зеленского с супругой в канаду был не объявлены за день даже никто об этом не знал то есть подготовиться не могли соответственно после этого репортажа оттуда увидели за кого можно зацепиться и быстренько слепили эту утку явно нашла от российского посольства там или еще от вот этого теперь конечно не премьер-министр канады не все другие никто же не признается что им повесили лапшу они в это поверили ну как бы тоже совсем потерять лицо но тем не менее путин там обозвал этого был бывшего уже спикера нижней палаты парламента не помню как ну и даже если помню не буду этого повторять ну вот собственно и все если кратко дискуссионным об очередном заседании что ли дискуссионного клуба волда и дискуссия где путина с самим собой я даже не знаю кого с кем но тем не менее прихожим утки не две хранаты это было не не передаваемые очень-очень неожиданно то есть креативненько кто-то ему написал подложила наверно папочку или просто вот войти в эту речь но самое страшное в этом что и в это совершенно не исключаю что сам путин вы мне так сказать души если она у него вообще есть что он в это действительно верит не только в это как и в то что и украины и страны балтии и молдовы это все не до государства их раньше не было существовать они не должны но это уже тоже немножко другая история ставите здорово слова украине живи белорус